Сегодня наша рубрика посвящена фосфору. Пытливые умы тешили себя надеждой найти философский камень, как в средние века, так и в эпоху Возрождения. И даже на пороге эпохи просвещения многие члены Академии наук в европейских государств искали способ создать золото из чего-нибудь подножного, дешевого. Дальше всех пошел еще один германский алхимик Хёнинг Брандт. В 1669 году ему пришел в голову, что этот заветный камень можно добыть после термообработки человеческой мочи. О безумии гениев сказано немало. Этот был один из самых выраженных гениев оригиналов. Он подкинул денег комендату соседнего гарнизона за то, чтобы тот доставлял ему в лабораторию мочу солдат. Таким образом накопилось несколько бочек вещества, которые ученый намеревался превратить в золото. Но не тут-то было. Хёнинг Брандт чего только не делал со злободной жидкостью. Выпарил, перегоня через дистилляционный куб, кипятил, задыхаясь от испарений. Тем не менее он обнаружил на дне очередной емкости порошок белого цвета, уж точно не золото. От порошка несло так, что слезились глаза. Многие посетители лаборатории начинали сморкаться, а у некоторых сдавливало дыхание. В то время в Европе вообще мылись нечасто, но это был запах уж совсем невыносимый. Чуть ранее Бранда отправили бы на какую-нибудь очень тяжелую казнь. Но на тот момент к ученым уже относились мягче. Алхимик, мечтавший продавать золото, изготовленный из мочи, неплохо торговал фосфором. Солдаты ему в этом помогали. Теперь с жиркой и спичкой мало кто задумывается, из чего изначально изготавливался фосфор, ее основа. На этом уникальные открытия, связанные с фосфором, не закончились. Сегодня многие слышали о таком интересном научном факте, как светящийся монах. Известный советский химик Семен Исаакович Вальфкович в 30-е годы 20 века разрабатывал новые процессы отлучения фосфорных удобрений. В то время свойства фосфора были еще достаточно слабо изучены, а сам он считался вполне безвредным веществом. Поэтому академик Вальфкович не считал нужно принимать какие-либо серьезные меры предосторожности во время опытов. Со временем его одежда и обувь очень сильно пропитались газообразным фосфором. Поэтому, когда академик поздно вечером возвращался из МГУ домой, то до смерти пугал прохожих. Люди видели нечто движущееся по улице и свечащийся голубоватым светом. Вдобавок от подошв шли искры. Ученому приходилось каждый раз успокаивать случайных свидетелей и объяснять им это явление. Однако эта история еще долго переходила из уст в уста под названием светящийся монах. Но благодаря этому было открыто свойство свечения фосфора в темноте. Сегодня науки известны белый, желтый, красный и черный фосфор. Они отличаются друг от друга своими некоторыми свойствами. Но есть и то, что их объединяет. Пожалуй, первое свойство фосфора, которое человек поставил себе на службу, это горючесть. Горючесть фосфора очень велика и зависит от аллотропной модификации. Наиболее химически активен, токсичен и горючий белый, желтый фосфор. Поэтому он очень часто применяется в зажигательных бомбах. Красный фосфор основная модификация, производимая и потребляемая промышленностью. В промышленности красный фосфор применяется в производстве спичек. Его вместе с тонкой измельченным стеклом и клеем наносят на боковую поверхность коробки. При трении спичечной головки, в состав которой входят хлородкалия и сера, происходит воспламенение. Красный фосфор применяется и при изготовлении взрывчатых веществ в зажигательных составах различных типов топлива. Фосфор используют и в сельском хозяйстве. Большая часть производимой фосфорной кислоты идет на получение фосфорных удобрений суперфосфата, перцепитата, аммофоски и других. Надо сказать, что фосфор один из трех важнейших биогенных элементов. Участвует в синтезе АТФ. Фосфор присутствует в живых клетках в виде орта и перофосфорных кислот, входят в состав нуклеотидов, нуклиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов и ферментов. Кощи человека состоят из гидроксилапатита, составляющего также основу и зубной эмали. Основную роль в превращениях соединений фосфора в организме человека и животных играет печень. Обмен фосфорных соединений регулируется гормонами и витамином D. При больших физических нагрузках потребность в фосфоре возрастает в полтора-два раза. Используйте знания себе во благо и будьте здоровы!